В зоне АТО двое украинских военных получили ранения за минувшие сутки на Луганском направлении. Основные боевые действия ведутся сейчас на участке Крымская, Троицкая. Семь раз опорные пункты армейцев оказывались под огнём противника. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Терекон прямо перед нами. Вот приблизительно спад него работает по номинамет. Всё на уместном месте. Земля тверда. Вот такими воронками усеяно всё поле. Позиции армейцев. Боевики практически поливали дождём смертоносного железа. Два попадания и блиндаж разбит. Пехотинцы во время обстрела не прятались в укрытии, а держали линию от прорыва вражеских штурмовиков. Это и спасло им жизнь. Прилёт. Пол блиндажа снесли. И вот. 122-я. Прямое попадание в блиндаж, но в тот момент никого не было. Команду почуете. Потому что это отрезок участок. Это опасно. Дуже. Преодолев открытое поле, с нулевого рубежа можно рассмотреть даже окраину Луганска, захваченного российскими наёмниками. В левее идёт обрезанный терекон. В левее. Тут нет. Ну вообще. То есть. Оттуда войдут савушки. Вот. Вот эти заводы. Там вот если вы посмотрите. Вот тут. Вот туда. Вот тоже где там. В основном массовая идёт массовая обстрела. Я уже говорю. Оттуда вообще. Но самым ближним укрепрайоном боевиков остаётся село Желобок. Там наёмники засели в частных домах. Они растянуты по всему периметру этого Желобка. Именно есть вот их позиции. Как раз перед нами. У местного населения. Там уже сейчас нет никого. Там сами находятся незаконные зброниформирования. Артиллерия боевиков уже давно работает в связке с беспилотниками. Их вылеты пехотинцы фиксируют по несколько раз за день. Люди удивлюсь, где вся территория. И начинают бить точнее, чем били раньше. Не снимают, где находятся боевые наши точки и всё остальное. И бьют прямо по этих точкам. Сначала, как всегда, работает артиллерия тяжёлая. А потом идёт ДРГ. И если в районе Бахмутской трассы на Луганском направлении наших армейцев и боевиков разделяют несколько сотен метров, то в Авдеевской промзоне враг пытается под миномётный обстрел зайти уже в ворота. Прямо на позиции военных. Там противник пытается подкопаться под зданием. Копается. Там где-то красное зоно. Как вы можете видеть на красную стенку, там практически находится наш противник. Войны ночи подлезают. Группа ДРГ, как бы, повзает, может ставить растяжки. Как по иронии судьбы, сами расставляют ловушки и сами же в них попадают, целясь снарядами по нашим военным. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Антон Чиженко. Подробности. Телеканал Интер.